Всем привет! Сегодня я расскажу вам об участниках Дома-2, которые страдали или страдают от алкогольной зависимости. Они не просто преодолели свои слабости, но и готовы открыто говорить об этом, чтобы помочь другим. Николай Должанский. Николай Должанский запомнился зрителям не только эксцентричным поведением и исполнением скандальных рэп-композиций, но и любовью к горячительным напитком. 46-летний участник не раз устраивал возлюбленным свидание с бутылочкой виноградного сока. Дойдя до кондиции, он был готов на любые подвиги, например, полностью обнажиться в студии еженедельного ток-шоу. После ухода Коляна с проекта его любовь к алкоголю только усилилась и превратилась в зависимость. К счастью, сам мужчина согласился это признать и отправился на лечение по настоянию своей возлюбленной Кати. Должанский проходил курс реабилитации в одной из наркологических клиник столицы. «Я долго не мог признать, что есть серьезная проблема», – делится бывший участник. «Выпивка стала для меня почти ежедневным атрибутом». Любимая помогла понять, что так продолжаться не может, под угрозу встали наши отношения, я не хочу потерять Катю, поэтому ради нее решился на этот шаг. Алексей Кудряшов. Спортсмен, модель и просто красавец Леша Кудряшов, как выяснилось, тоже в свое время чрезмерно любил алкоголь. Об этом журналу Дом-2 рассказал его отец. «В детстве Леша много болел, здоровье было слабенькое», – вспоминал отец Кудряшова. «Именно поэтому мы отдали его в хоккей. К тому же старались оградить от дворов в общение. К счастью, на первом месте у Лехи был спорт». Правда, иногда он выпивал. По поводу запрещенных препаратов, время сейчас такое, не исключая, что он мог пробовать. По словам одного из друзей и экс-участника проекта, во время учебы в школе Кудряшов позволял себе приходить нетрезвым на уроки и такое там вытворять. А во время пьяных вечеринок парень любил оголяться и танцевать стриптиз. «Во время одной из вечеринок он выпил и через полтора часа мы его потеряли на даче», – рассказывает приятель Кудряшова. Леха куда-то ушел гулять, а потом вернулся абсолютно голый и совсем пьяный. У него такая мания была раздеваться везде. «Могли идти по парку Горького и друг оголялся, обнажал торс, танцевал. Мы угорали над девчонками, говорили, мол, делайте фотографии с ним». До серьезных проблем с алкоголем, к счастью, у Алексея дело не дошло. Май Абрикосов Роман Тертишный, который стал известен о всю страну под именем Май Абрикосов, не очень-то любит вспоминать о своем участии в проекте, сделавший его популярной личностью. После ухода с телестройки молодой человек вел себя несколько странно, о чем свидетельствовали люди, живущие в поселке под Воронежем, где Роман поселился, покинув проект. Спустя несколько лет стали понятны причины неадекватного поведения парня. Абрикосов признался, что употреблял запрещенные препараты и сделал он это в 2015 году, через 8 лет после ухода с проекта. Проходил ли лечение от зависимости «Звезда Дома-2» не уточнил, но зато опубликовал результаты тестов, свидетельствующие о том, что сейчас он пагубным пристрастием не страдает. «Я веду абсолютно здоровый образ жизни без наркотиков и алкоголя, даже стараюсь употреблять в пищу натуральные и полезные фермерские продукты. Физический труд заменил мне фитнес-центр», – утверждает Роман Тертишный в одном из интервью. Глеб Жемчугов Глеб Жемчугов – еще один экс-участник, который открыто говорит о своей проблеме, понимая, что подобная искренность может помочь его поклонникам, столкнувшимся с такой же бедой. В реабилитационный центр Глеб Жемчугов попадал не раз. Он подробно рассказывал раньше об этапах избавления от алкогольной и наркотической зависимости. Огромную роль в лечении Глеба сыграл его друг и продюсер, тоже бывший участник Тимур Графудинов. Изначально Тимур советовал Глебу прибегнуть к помощи врачей, но затащить силой человека в данной ситуации невозможно. Попав впервые в реабилитационный центр, Глеб Жемчугов отмечал, что за время нахождения он успел прочитать ветхие Новые Заветы, а также литературу о том, как побороть тягу к запрещенным веществам. Кроме того, по словам экс-участника, в стенах клиники он много времени проводил за молитвой и отучился от ругательств. Выйдя из центра, Глеб вернулся к обычной жизни, однако, как известно, в 2021 году он вновь попал на реабилитацию. Либерж к подону. За время участия Либерж к подону в проекте за ней прочно закрепилась репутация, неравнодушной горячительному барышне. Коллеги по шоу и ведущие часто обсуждали тему алкоголизма мулатки. Либерж весьма бурно реагировала на критику и предложение закодироваться, она категорически отрицала наличие у нее зависимости. А спустя полтора года после ухода с телестройки Либерж все же признала, что чересчур пристрастилась к алкоголю. Путь избавления от зависимости девушка выбрала нетривиальный, она отправилась к экстрасенсу. Временами я искала утешение в алкоголе, было неделями, нахождилась в депрессии, проводила дома с бутылкой. Мне становилось легче, но проблемы-то не уходили, поняла, что нужно что-то менять, призналась Либерж. Колдунья заявила, что на нее наложили порчу через алкоголь, назначенное магом лечение было долгим, включала в себя покаяние, соблюдение православных постов, смену окружения. В итоге Мулатка сумела преодолеть зависимость. Илья Ибаров Главный ловелас проекта Илья Ибаров, как выясняется, слаб и не воздержан не только в отношениях с девушками. В его жизни была еще одна страсть – алкоголь. Правду о позорном прошлом Илья Ибарова в сеть слил экс-участник телестройки Андрей Чуев. Возмущенный поведением Ильи и его отношением к дочери, бывшей жене, молодой человек позволил себе очень резко высказаться в адрес партнера по реалити-шоу. Андрей Чуев рассказал, что ему удалось пообщаться с бывшей женой Ильи Ибарова, которая поведала ему некоторые подробности о прошлом бывшего мужа. Как выяснилось, Илья с 25 лет страдает алкоголизмом. И у него даже случилась белая горячка, в связи с чем ему не раз приходилось лежать в больнице под капельницами. Он ссался под себя с перепоя и заикается, потому что это последствия белой горячки, сдал однажды Чуев Ибарова. Ответной реакции на этот пламенный пост не последовало, а вот свою неразборчивость в интиме Ибаров часто объяснял возлияниями. Всякий раз, когда его на проекте обвиняли в случайной связи, с той или иной девушкой Ибаров заявлял, что в этот момент был просто пьян. Спасибо за внимание! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео, которое выйдет совсем скоро!